Первый вопрос. Мы слышали о том, что меняется Земля и человечество вместе с ней. И скоро мы перейдём в новый мир, который будет значительно отличаться от старого. Так ли это? И в чём будут отличия? Земля, она не изменится. Сменяется только сознание в голове, как трансформаторная система внутри человеческой головы. Меняется сознание. Я вам говорю вашими словами. Просто меняется сознание. Земля, как была его растениями, животными, она не поменяется. Этого не нужно. А сознание, оно уже меняется. Оно у многих уже изменилось. И идёт это как цунами. Вот оно началось меняться. И оно будет до тех пор, когда полностью каждого живого существа изменится. Живого, больше человечества. Потому что меняется внутри, в голове человека. Вот если трансформатор взять, там просто взяли, или компьютер, взяли, поставили новую программу, основу. Поменяли. Замена программы. Изменение. Оно будет успех без исключения. Вот они так были на земле. Они такое, что знание у них останется. Это другая энергия. И растение. Это другая энергия. А человечество, она изменится. Она меняется. Сейчас идёт процесс, когда она ещё в быстром, особо быстром темпе это делает. Поэтому некоторым физическим сейчас может быть зло. Как человеку ускорить? То есть как бы направить своё развитие, чтобы благополучно совершить вот этот переход? Что может помочь? Вы слышали уже от многих. Хочу просто подтвердить, что чтобы облегчить, быстрее не надо. У каждого свой темп, быстрее невозможно, потому что вы физически не выдержите. Чтобы легче выдерживать физически, самый простой, сложный темп, способ – это медитация. Это разговор внутренней собой. Это больше бывает среди животных, на природе, в открытом помещении. Освободиться некоторым, а хотя многим, от тяжёлой пищи. У каждого она своя. Иногда для некоторых тяжёлая пища может быть не обязательно это мясо. У некоторых шоколад – это избыток, как пищевой избыток. В общем, вообще питание должно быть максимально лёгким, облегчённым. Или его должно быть меньше, чтобы нагрузка на тело не была такой сильной, как у вас. Некоторые из-за этого будут погибать. Следующий вопрос. Что будет с теми, кто не сможет измениться? Что им мешает? И можно ли это как-то проработать? Там, кто останется по программе, все смогут. Просто некоторым будет физически тяжело. Они превращаются в инвалидов, если на физическом плане. Некоторые, кто совсем откажется, будут и такие, меняться, меняться, смотреть за другими, окружающими. Они уйдут, они уйдут дальше, они уйдут. Следующая реинкарнация. Они, земля их очистит разными путями. Она очистит. И сейчас показываю. Это катаклизм. Рак, катаклизм. Очищается земля от человеческих тел. Тел, которые не хотят. Думают не о внутреннем своем, а думают о того, чтобы набить брюхо, свое тело накормить. Накормить свое эго. Энергия их уберет. Чистая энергия снесет. Здесь не будет. Если человек просит, просит, будет меняться, то исхода нет. Было бы только желание. Зависит только от желания. Все просто. Ты хочешь, ты смотришь. Я даю. Кешки, избыток, питание. Любого. Мясо можно, но его нужно уменьшить. Кому-то больше воды. Кому-то больше травы есть. Обычная трава. Трава, то, что живое, то, что видит, растет. Видит солнце, лезет солнце. Если питание, то лучше, быстрее. То питание, которое на поверхности растет и видит солнечные лучи. Солнечный свет. Потому что больше энергии. Вам хватит этого. То, что под землей, оно все-таки тяжелое. С этим лучше уменьшить. Это репка, какие-то подземные продукты. То, что под землей. Его уменьшить надо. Прислушиваться к себе внутри. Я. Закрываться от всех. Уходить. Одиночество. Это буквально несколько минут достаточно. Разговаривать с собой. Сейчас сильная связь идет. Вам скажут, подскажут. Вы поймете. Идея. Каждому доступно. Вот вы сказали, что главное желание и главное захотеть. А что мешает людям захотеть? То есть как им захотеть измениться? Можете здесь дать какие-то советы или пояснения? Нельзя захотеть, если желание мешает. Что мешает? Что мешает пожелать? Мешает пожелать это внутренние установки, с детства, много игр, вот так я говорю вас. Те, которые заставляют вас думать не о живом, не вокруг, то, что происходит, живое, а о деньгах. Это мертвая, мертвая энергия, мертвая пища. Она забивает все ваши каналы. Вы работаете ради работы. Закрывается. Закрывается сознание. Притупляется доступ. Что нужно, что истинно. Вы думаете о еде с утра до вечера. У вас закрывается другой канал, который вам тоже не дает вдохнуть в полной груди. Вы можете без этого. У вас получается, как колесо, как белка в колесе. Вы думаете о еде и заработанной деньги. Вы закрываете себя сами в клетку. Это делаете вы сами. В клетке не существует, как таковой. Колеса не существует. Вы сами закрываете. Вам нужно выйти от этого. Для некоторых душ, сильный стресс, иногда, для некоторых, поможет выйти из этой клетки и из этого колеса. Поэтому катаклизмы, умирание близких, они помогают вам. То, что вы не ожидали, ваша поддержка, она уйдет. Для того, чтобы вы, некоторые, испытали большой стресс. Этот стресс вас вынесет, вынесет к духу и освободит вас от тяжести. От пищевой этой тяжести и от зависимости денежной, денежной мертвой зависимости. Если у вас есть потоки денежные, они идут от начала до конца. Да, но в основном у всех мертвые потоки. То есть есть только накатительство. Поэтому оно сдерживает. И иногда стрессы помогут вам. Сильные стрессы. Быть вверх. Нужно ли еще предпринимать какие-то физические действия для перехода? Что будет с телом и изменится ли оно как-то? Да, тело меняется у всех уже. Да, некоторые, наоборот, чувствуют, вижу, легкость. Наоборот, появилась легкая стель. Это их заслуга. Меняется питание. Меняется. Тлетки физически меняются уже. Они уже меняются, по-вашему, не первый год. Это время. Это изменяется. Еще не могу сказать, что у всех полное изменение идет. Но оно идет, происходит, это процесс вещественное. Да, конечно. Из-за того, что у многих заслаковка идет, поэтому люди знают. Я вижу у многих страх, как он появляется. Страх был, но не было такого сильного страха. А у многих воздействие идет внешнее, и они очень сильно начинают бояться. Из-за этого происходит в физическом плане еще больше заболеваний. Они могут избавиться от этого. Не надо ходить в ваши аптеки. Там нечего делать. Идите на природу, ходите волшими ногами. Ешьте все, что растет, ближе к собственной. Вежливую траву. Аккуратнее, конечно. Там есть трава опасная, которую нельзя есть. Но у вас доступа достаточно, интернет у вас есть. Мы вам даем достаточно доступа, чтобы понять, что от чего. Виды меняются, они меняются круглосуточно и очень быстро. Вы даже не представляете, как человек в ближайшем будущем будет жить больше ста лет без всяких уколов. Взять афтенический средств только благодаря солнцу и земле. Вот вы много говорите о солнце и земле. Что мы можем сделать для земли, чтобы тоже поддержать ее в этот переходный период? Если вы травку сорвали, дерево вырвали, пуст вырвали, ну посадите на что-нибудь. Земля очень плодородная. Она должна постоянно для вас. Она переносит для вас. Но вы у земли в отходах, тяжелых отходах. На этой почве не может вырасти ничего. Ее нужно очищать. Она сама сидит на эту почву, да. Прямо сейчас. Перестаньте. Ядерные отходы. Вот показывать ядерные отходы идут. Слово ядерные отходы взорвать почву. Вот хотя бы это. Не бросайте мусор в землю. Отдельные стройки, помещения, переработки. Это бы достаточно. Там немного надо. А солнце все хорошо. Только не переусердствуй. Вы говорите о том, что не нужно закапывать ядерные отходы. Как каждый конкретный отдельный человек может на это повлиять? Вы влияете на это своим сознанием. Когда вы ощущаете сознание, думаете о любви, вокруг себя, тем самым. Вы желаете волну любви. Что люди, которые души, ответственные сейчас, восплатившись за это, за это действие, они не плохие, они просто и все, у них все закрыто. Но постепенно они будут открываться, будут прекращаться эти действия. Постепенно того, что вы будете находиться в любви, будете посылать эту любовь в окружение. От вас надо мало, мало и велико. Великое, маленькое. Полюбите себя и вокруг себя. И больше посылайте эти волны в окружение. Подолстайтесь. Можете еще пояснить, каким будет этот новый мир и почему это изменение сейчас важно? И как, возможно, оно повлияет на другие миры? Земля и кто здесь отстают от всей планеты. То есть там слово «планета» — это мало, а вселенной, наверное, это больше. Даже вселенная, что-то какое-то слово еще больше, чем вселенная. Отстаем по своим вибрациям, находимся на низшем уровне. И сейчас идет эффективный процесс поднятия нашей Земли в вибрации выше. Чтобы мы могли общаться между собой галактически. Идет слово «галактический альянс». Чтобы мы были ближе друг к другу. Это пройдет еще не одно тысячелетие. Этот процесс ненумуемый. Он только идет к лучшему. Всегда идет все к лучшему. Наша планета ждет лучшая. Потому что мы будем планировать общаться среди всех галактик на одном уровне. Сейчас некоторые звезды, как это объяснить, не знаю, типа нашей Земли, они находятся внизу. Их уничтожать никто не будет. Потому что они физический источник глубинного разума. Чтобы из него не сказать, им дана возможность их приподнять, повысить на один уровень для общего общения. Для этого нам нужно всем сознательно поменять наши головы и тем самым подняться вверх. Это много времени. Это не столетие. Это больше пройдет. Жестный представляет. Что нужно для того, чтобы поднять одну звезду на один уровень? Много усилий нужно. Это уже идет процесс. Вам повезло. Какими будут вот эти новые люди с обновленным сознанием? Будут ли открыты новые способности и возможности? И если да, то какие? Конечно, конечно. Мы к этому идем. Во-первых, это общение телепатии. Границы стираются. Я вам говорю не по времени, не скажу 10-20-50 лет. Ваши дневники. То, что стерет. Это общение телепатии. Для того, чтобы мы сначала даже на одной планете, на одной земле. Везде научиться всем общаться. Телепатии. Для того, чтобы у нас не было границ с другими. С другой галактикой. Стираются речевые границы. Стираются страхи. Страхи. Страхи – это одна из самых тяжелых энергий. Вы это знаете. Многие знают. Просто еще раз помните. Убирайте страхи. С помощью вам, радиоистологи. Потому что они показывают вам, что мы души. Нету смерти. Убирайте эти страхи смерти. Не существует смерти. Вселенная безгранична. Душа безгранична. У нас сейчас идет прогресс. Многие этого боятся. Этого не нужно бояться. Вам прогресс дам. Цифровой прогресс дам помощь, чтобы мы могли хотя бы, пока, на то, что вы знаете, на то, что вы умеете, общаться без границ. Сотрется внутри одной земли границ. Это такие называемые США, Америка и другие страны. И не будет существовать границ. Это будет все одно единое целое. Будут души жить. Где будет возможность жить. Также тело будет меняться для того, чтобы уметь существовать. Не только ходить ногами по земле, но также прекрасно в водяном пространстве выживать на воде, под водой. Не чувствуешь при этом нехватки кислорода или других. Хочется, важно к вам, вашему телу соединению. Вы сольетесь. Энергия зверей, растений. Она частично сольется в вас. Вы будете понимать без слов, энергию общения с животными, с растений. Сольетесь с землей. И когда это произойдет, вот тогда наступит общение с другими галактиками. Да, сейчас есть общение. Если вы хотите задать вопрос инопланетянам. Нет, так называемые. Есть. Это точечно, это частично. Просто чтобы вам показать, чтобы вас нести вверх, показать, что это есть, есть. Чтобы вы не оставались внизу. Растите быстрее. Быстрее растите. Вам говорят везде как. Медитации. Меняйте сознание. Убирайте страхи. Все, что существует. Ваши клетки сами и так меняются. Вы же чувствуете, что с вами что-то происходит. Только не бойтесь этого. Все, что с вами происходит, это только с любовью, счастьем вам дает. Разум глубокий. Вы его по-разному называете. Мы слышали, что на Земле сейчас много тех, кто помогает в Переходе. Правда ли это? И как можете, какие-то комментарии, может быть, дать? Да. Это те, которые были посланы и написаны в вашей книге Долора. Те, которые пришли помогать, помогать, те, которые пришли на помощь Земле. Да, их уже много. Они этого сами не знают. Они просто общаются с каждым. Некоторые, конечно, не понимают и закрываются. Все равно, рано или поздно, они откроются, будут больше общаться. И тем самым они, не ведая того, многие посылают свои вибрации, окружение. Выводясь таким или иным сказанным методом других на повышение сознания. Ну, вот самый простой, доступный вам простой. Вот некоторые идут понять, что такое регрессия. Йога в какой-то степени помогает. Ну, это вот медитация, это самый простой, вам говорили, метод. Ну, вот эти люди, они подводят вас, сами не зная того, что вам нужно посмотреть, послушать, чем заняться и куда пойти. Они могут, конечно, все эти души. Они увидят себя, когда погрузят, да. Они увидят, что они пришли помочь, когда был прижим. Да. Эти прижимы были несколько раз, приходили. Большая благодарность им, что они есть, что они согласились. Для некоторых это тяжелый путь здесь, потому что там и в плоти они были. А здесь в плоти некоторым тяжело, физически только. Ну, у них мозг открыт, сознание открыто. Это светлые люди. Простой человек их тоже не может сразу распознать. Только в регрессе, ребят, гипнозе, погружение в особый транс. Ну, увидите, что это непростые люди, это светлые люди с открытым сознанием. У них как будто в голове, ну, вот из макушки идет чистая-чистая струя где-то вверх. И она беспрерывная. Она постоянно идет, подпитывает их чистотой. А они вокруг себя эту чистоту рассеивают. Это чистота любовь. Еще такой вопрос. Можете ли еще уточнить, вот что им нужно делать таким душам? Что бы вы хотели им посоветовать и передать? Передать, что есть, вижу, некоторые, кто пришел, они немножко как попали в другой мир и чувствуют непонимание мира их. Их мир не понимает. Им не нужно валяться, им нужно выйти в сердце, выйти в людях, где больше людей, где больше стоплений. В городах им очень сложно. И некоторые эти души, они им сложно, они уходят из города, где в городу, где большой скоплений. А им нужно наоборот, выйти, выйти. Они для этого и пришли. Они потом скажут, да, ой, ой, я не понял был. Просто поймут, не бойтесь, выходите. Выходите из своих маленьких, захолустных городков, деревьев, больше к людям. Мы для этого пришли. У них нету страха, нет. Ну, у них, они как бы закрылись. Потому что из-за непонимания очень много агрессии на них, со стороны обрушилось. Поэтому они немножко себя охраняют. Не нужно, они всегда под охраной. Выходите. Следующий вопрос. Есть ли у вас какое-то общее послание для человечества? Может быть, что-то еще дополнить к вышесказанному? Только то, чтобы вы не боялись. Уберите страх. То, что происходит с вами. Так и должно быть. Ну, это хорошо, что с вами происходит. Просто благодарите каждую секунду вашей жизни за то, что вы есть, за то, что вы в этом процессе. Это уникальный опыт. Это уникальный. Вы не понимаете сейчас, пока здесь. Насколько вам понравилось. Насколько вы все уникали. Потому что в этот период все хотели прийти сюда. И не каждому так счастливилось. Исти как вам. Помните об этом. Только помните. Вы счастливы. Вы в нашей жизни. Можете еще сказать? Может быть, есть что-то, что самое важное нам надо понять на данный момент и передать это другим людям? Вы важные люди, регрессологи, важные. Это очень серьезную задачу вы несете. Психологи важную задачу несете. Вы на этом уровне, на своем, показываете душам, раскрываете, как должно быть. Подходите серьезно к этой задаче. Продвигайтесь сами и ведите за собой народ больше. Мы вам помогаем. Мы будем с вами. Мы знаем, что вам бывает тяжело достичьаться до канцеля. Вы сами знаете, что мы всегда с вами на связи. Всем желаю только раскрыть свое сердце. Раскрыть над миром, над каждым человеком. Раскрыть. Мы просто раскладки. Хотела бы еще спросить насчет технологии диссоциации и ассоциации, которую мы использовали сегодня в сеансе и которые сейчас используют в регрессе. Может быть, что-то есть, что доработать или исправить для большей эффективности регрессивных погружений и работы в регрессии? Я не понимаю вашим языком, но у вас все хорошо, мягко идет, все правильно. И быстро, так хорошо. По-новому. Когда вы обращаетесь, мы знаем, что вы хотите быть ближе. Чаще обращайтесь. Всегда обращайтесь. Эта связь должна быть непрерываемой. С нашей стороны она всегда есть. А с вашей она прерывает. А с вашей она прерывает.